БЕЛОЯ ЛИСА Две лисы-оборотня Сусу и Джуджу ради спасения своего клана выкрадывают могущественную волшебную жемчужину, которую охраняет опытный охотник на демонов Яньчи Сяо. Спасаясь от него, Сусу поглощает эту жемчужину и теряет память. Девушка приходит в себя в небольшой горной деревушке и не помнит, кто она такая. Заботится о ней местный паренек Хэньшэн, который влюбляется в Сусу, не подозревая, кто она такая. Но поглощенная жемчужина не только дает Сусу небывалую мощь, но и подрывает ее тело и дух, и если она не избавится от нее, то скоро умрет. Если не знать, что путь китайского онлайн-кино к своему зрителю зачастую оказывается долгим и тернистым, можно решить, что режиссер Хуан И – какой-то монстр-многостаношник. Ведь летом 23-го года в течение всего лишь одного месяца вышло сразу три его фильма. Причем все они никак не связаны между собой и создавались разными съемочными группами, так что ни о каком упрощении производства тут и речь не идет. Как будто этого мало, они еще и очень разные по жанрам. Так, 18 июля вышел фольклорный детектив Кукла, спустя месяц, 17 августа, появился эксплойтейшн-триллер «Игра Агнца», а между ними задесалась романтическая фэнтези «Белая леса», о котором и идет сейчас речь. В коммерческом отношении из этой троицы «Белая леса» выступила хуже всех, причем очень значительно, заработав в 15 с лишним раз меньше той же игры Агнца. И действительно, из всех трех фильмов она окажется самой старомодной, как будто ее сняли много лет назад, в совершенно другую эпоху китайского онлайн-кино. Устаревшие спецэффекты, шаблонный сюжет с минимумом поворотов, схематичные персонажи, абсолютно прямолинейные попытки выдавить слезу, все это могло худо-бедно сыграть году это в 20-м, но сейчас подобное кино вызывает главным образом недоумение. На что они рассчитывали? В справедливости ради, по всей видимости, авторы прекрасно понимали, что шансов у их проекта зацепить кого-то в 23-м году не так уж много, поэтому они честно попытались сделать так, чтобы просмотр для тех, кто на фильм все-таки клюнул, прошел максимально комфортно. Обеспечили фильму яркую картинку в нетипичной для интернет-кино размерности 1,85 к 1, в то время как в большинстве случаев онлайн-фильмы снимаются в 2,35 к 1, и тщательно сцедили из истории всю лишнюю воду, чтобы уложить просмотр в комфортные 68 минут. Получилось пестро, просто, наивно, очень вторично, но по крайней мере не скучно. Главную роль в «Белой лисе» сыграла китайская актриса Китон Дзян, и для людей, которые следят за китайским шоу-бизнесом, это знак, что на фильм, очевидно, не возлагали больших надежд. Дзян дебютировала еще в конце нулевых, и ей пророчили большое будущее, но в конце десятых актриса оказалась в центре скандала, разрушив популярную звездную пару из Чэньсяна и Рэйчел Мао. Поклонники поддержали Мао и возненавидели Дзян, так что карьера последней мгновенно пошла на спад, и сейчас ее можно увидеть лишь в сериалах второго эшелона и интернет-фильмах типа «Белой лисы», обреченных на мгновенное забвение. Субтитры подогнал «Симон»!